Луковица Луковица Город Луковицы расположен в 137 километрах к юго-востоку от Москвы, на границе с Рязанской областью. Это один из крупнейших в Подмосковье сельскохозяйственных регионов. Общая площадь его составляет 1340 квадратных километров. В районе проживает 60 тысяч человек, из них 40 тысяч горожане и 20 тысяч жителей сельской местности. Сельцо Глуховичи, ныне Луковицы, впервые упоминается в платежной книге Перевицкого стана в 1594 году и Песовой книге 1592 года в качестве вотчины Рязанского архиепископа. Крестьяне пахали землю на себя, на рязанских архиереев и выполняли в их пользу многие другие повинности. В том числе платили рог медвяный, рядом был расположен бортный лес. В середине 19 века Луковицы стали экономическими, а затем государственным селением. В этот период через Луковицы прошло Рязанское шоссе, что привело к росту торговли и промысловых занятий. Со строительством железной дороги и станции Луковицы вырастает в пресс-станционный поселок. Благодаря Московско-Казанской железной дороге, край уже больше никогда не называли глухим местом. Основным градопразующим предприятием стал Луковицкий машиностроительный завод. Мощный толчок развития этого предприятия дал запуск производства самолета МиГ-29. Конверсия, конечно же, внесла в развитие завода свои нормативы. Признавая авиационную тематику, определяющую лицо предприятия, его коллектив расширил ассортимент производственной продукции. Это прежде всего легкие многоцелевые самолеты ИУ-103 и ИИ-1Л. Завод также освоил выпуск привлекательного водного транспорта гидроцикла, а также солярия, установку для искусственного загара. Появились предприятия различных форм собственности. Особенно это проявилось в сфере торговли. Более 80% из них находятся в частной собственности. 45% от общего дохода районного бюджета дает промышленное производство. Оно представлено пятью видом производства. Машиностроение, перерабатывающее, топливное, добыча и производство строительных материалов. Кроме машиностроительного завода функционирует завод спецконструкции. Швейная фабрика, хлебные, мукомольные, молочные, консервные заводы, карьеры управления, асфальтобетонный завод, другие организации. За последние годы был введен в строй новый пятиэтажный терапевтический корпус. Законченная реконструкция лечебного корпуса старой больницы, что позволило увеличить конечную сеть на 35 мест. Проводится ремонт родильного отделения. Отделение скорой помощи оснащено самым современным оборудованием. Обновлен парк автомобилей. К пяти общеобразовательным школам города прибавилась еще одна школа-лицей. Школа номер 10 преобразована в гимназию. Фрессиональная база из ПТУ-100 позволила открыть там фрессиональный лицей, где обучают нужным на селе профессии. Водитель, тракторист, а также кулинар, художник-декоратор, портовец-кассир и другие. Кроме среднетехнического образования в авиационном техникуме, можно получить и высшее, подкрышившимся недавно, филиале гуманитарного университета. Качество обучения сейчас становится главным. Поэтому не случайно в районе традиционно проводится конкурс «Педагог года». В городе есть также внешкольные образовательные учреждения. Это детско-юношеская спортивная школа, центр досуга, туристко-экологический центр, военный патриотический клуб «Факел», исторический клуб. В Доме культуры «Старт» работают многочисленные кружки и секции. Музыкальное образование школьники могут получить в музыкальной школе. В 1997 году прошли первые выборы в Детскую думу. Теперь ребята наравне со взрослыми могут участвовать в решении своих проблем. Комитет молодежи при администрации района стал организатором открытия в городе рок-клуба. И уже в этом году, на День молодежи, был проведен первый рок-фестиваль, где участвовало более 20 различных рок-групп. Стала традицией проводить клуб веселых и находчивых. В этом году открылся клуб концациклистов, комитет воинов-интернационалистов, организовалось казачество. В театре «Тет-а-тет» при Доме культуры «Космос» проводятся фестивали «Негаснущие искорки», «Ухоицкие жемчужины», эстрадные концерты. Чайки в небо взмыли круто, над озерной тишиной. В простых каплях входит утро, здравствуй, город мой родной. Луковицы, луковицы, не дайте тебя родней. Кто тобою не гордится, милой родиной моей? Кто тобою не гордится, милой родиной моей? В этом знаменательном для нашего города году строителями администрации района при непосредственном участии его главы Севастяне Спиридоновича Тектониде были сделаны несбываемые подарки для работников бюджетной сферы. 30-квартирный жилодом для медиков и 60-квартирный для педагогов. Ведется строительство жилого дома по улице Тимирязева. Здание нового вокзала на 100 посадочных мест намечается сдать в будущем году. И хотя с развитием города появились новые предприятия и организовались различные сферы его деятельности, жители Луковиц не порвались селом. И это не случайно. Ведь если вспомнить прошлые годы, каждый третий стакан молока на московском столе был луковицким. Но особенно больших успехов луковичане добились выращивания огурцов. Сейчас на московских рынках наши огурцы также известны, как болгарские помидоры и астраханские арбузы. Каждая семья у нас имеет как огородные, так и садовые участки. Но не только крестьянским трудом испокон веков славится луковицкая земля. В 70-е годы имя нашего земляка, спортсмена-мотогонщика Владимира Матвеевича Циброва, прогремело на весь мир. Не раз он становился чемпионом Союза и серебряным призером на чемпионатах мира. Луковицы, именно так назвали Черноморский океанский лайнер, а затем и Сухогруз Северного морского флота. Славным именем нашего города названа одна из улиц города Москвы, неподалеку от Рязанского проспекта. Продолжая традиции, в знаменитой Кохломской росписи наши художники разработали свой луковицкий рисунок, назвав его Клухломой. Можно с гордостью сказать, что наш город, наш район, один из самых экологически чистых в Подмосковье. Воздух, настойный на хвоя луковицкого леса, считается целебным. В 1997 году исполнилось 40 лет, как луковицы получили статус города. Луковичане широко отметили этот праздник. Все жители в этот день вышли на улицы города, чтобы принять участие в костюмированной процессе, в различных спортивных состязаниях, конкурсах и викторинах. Кульминацией праздника стал веселый карнавал с плясками, танцами, играми. Администрацией города были учреждены призы и подарки в конкурсах на лучший костюм, стихотворение, песню, фотографию и фильм о городе. Ну и, конечно же, не обошлось в этот день без праздничного кильверка в честь 40-летия города Луховицы. Кульминацией города Луховицы. Моленький город Смешно, конечно, но только в пути я пойму, как он мне был дорог. Ну а пока скорость набрала, мой поезд весело мчится, это потом я сорву, столкнул и сойду, Что к нему возвратиться Маленький город, маленький город С улицами в три дома С шепотом до полей за окном До боли родной и знакомой Маленький город, маленький город Ты обо мне скучаешь И в колыбели ласковых слов Детство мое качаешь